Приветствую вас во втором уроке курса по созданию схем от CandyFrame. Меня зовут Марина Сорокина, я являюсь автором проекта. Сегодня наш урок будет посвящен бэкстичу. Бэкстич является неотъемлемой частью вышивки крестиком. Он присутствует практически в каждой схеме, придает схеме законченный вид, уточняет контуры и детали и является предметом спора многих рукодельниц. Поэтому вам, как будущим создателям схем, нужно уметь с ним работать. В этом уроке мы разберем, что такое размерность схемы и как ее подобрать. Я покажу полный процесс отрисовки бэкстича и расскажу о своем опыте, а также поделюсь несколькими лайфхаками. Первое, с чего хотелось бы начать, это организация работы. Если вы планируете в дальнейшем активно рисовать схемы, вам, безусловно, нужна отдельная папка на компьютере. Покажу, как это организовано у меня. На диске D у меня есть папка, которая называется «Схемы для вышивки». В ней собраны все схемы. Для каждого сюжета у меня заведена одноименная папка, где хранятся исходник, сама схема в формате XSP, то есть программный файл схемы, скрины процесса, PDF-файлы со схемой и другие необходимые материалы, которые касаются данной работы. Серийные вышивки сгруппированы по сериям, то есть есть общая папка серии, внутри которой уже собраны папки каждого сюжета. Я пробовала разные варианты организации. Раньше у меня все было сгруппировано по другому принципу. Исходники лежали все вместе в одной папке, программные файлы в другой, готовые схемы в PDF-формате в третий и так далее. Но такой вариант у меня не прижился. В любом случае, вы сами понимаете, что когда файлы разбросаны по всему компьютеру, сложно найти начало и конец, поэтому позаботьтесь об организации процесса прямо сейчас. Итак, у меня есть отдельная папка, посвященная курсу. Здесь я и организую свой проект. Создаю отдельную папку для будущего проекта и помещаю туда исходник, чтобы данные тянулись в программу именно отсюда. Также для удобства исходник лучше сразу переименовать. Если вы начнете рисовать схему с исходника, который лежит в папке загрузки или где-то еще, то когда вы перенесете его или переименуете, подложка в схеме пропадет и нужно будет заново указывать путь к файлу. Будьте умнее и не совершайте таких ошибок. С организацией разобрались. Открываем программу. Как загрузить изображение на подложку. Переходим в раздел Canva – Фоновое изображение. Видим всплывающее окно с настройками. Подробно на них не будем сейчас останавливаться, расскажу только про те пункты, которые нам необходимы. С помощью кнопки «Открыть» переходим к выбору изображения, указав путь к файлу. Для того, чтобы программа смогла открыть файл, он должен быть в формате графики, например, PNG, JPEG, BMP и тому подобное. После того, как вы выбрали файл, он должен отобразиться на рабочей области под сеткой. Если этого не произошло, проверьте наличие галочки на пункте «Видимый». Она должна стоять, чтобы изображение было видно под сеткой. Пройдитесь по изображению, прокрутите вниз и в стороны, уменьшите, чтобы посмотреть изображение целиком. После того, как изображение загружено, переходим к подбору размерности. Размерность – это количество крестиков, которые ваша схема занимает по горизонтали и вертикали. 140 на 100, 80 на 90, 50 на 120 – все это про размерность. При загрузке изображения на подложку программа автоматически подбирает максимально возможную размерность, отталкиваясь от качества изображения. Таким образом, чем выше качество исходного изображения, тем больше крестиков по каждой стороне вам предложит программа. Поэтому важно иметь исходник хорошего качества, ведь уменьшить размерность схемы проще, чем увеличить. При увеличении размерности изображение под сеткой становится пиксельным, края нечеткими, переходы цвета неявными. Все это усложнит вам работу. В моем случае программа предложила сделать схему 200 на 200 крестиков, что, на мой взгляд, слишком много для данного исходника. Расскажу, почему я сделала такой вывод. Во-первых, если изображения имеют контуры, которые предполагают обрисовку бэкстичем, значит нужно обратить внимание на толщину этого контура под сеткой. В моем случае с размерностью в 200 на 200 крестиков контур получится слишком толстым. Как вы видите, толщина линии равна половине клетки. Это примерно 3-4 нити бэкстича. С такой толщиной работа точно не получится нежной и утонченной. Следовательно, размерность нужно уменьшать. Во-вторых, проанализируйте, каким образом на выбранном размере будет нарисован самый мелкий элемент вашего изображения. Это может быть пуговица, глаз, лепесток или шнурок на ботинке, все что угодно. Вам нужно понимать, как вы будете рисовать все эти мелочи, что видите на изображении. В моем случае изображение состоит из довольно крупных элементов и сильно не детализировано. Самым мелким с точки зрения крестиков являются трубочки и палочки, на которых держится сладкая вата. В частности, левый нижний элемент, он самый тонкий. Как видите, толщина палочки сравнима с размером одной клетки канвы. Это хорошо, вы можете провести линию из крестиков и обвести ее бэком со всех сторон. Но из предыдущего пункта мы решили, что размерность схемы нужно уменьшать. В таком случае нужно продумать, каким образом мы сможем этот элемент обыграть на меньшем размере и сможем ли. Я предполагаю, что эту палочку можно будет заменить лонгстичем. В-третьих, оцените, какой объем крестиков приходится на каждый элемент рисунка. В моем случае рисунок делится на такие элементы, как палочки, трубочки и сладкая вата. Например, вата карамельного цвета будет занимать размер примерно 40 на 40 клеточек. То есть 1600 крестиков на один элемент, который будет состоять примерно из трех цветов. Вышивальщица заскучает его вышивать, а вы заскучаете его рисовать. Чтобы вы понимали, 40 крестиков это примерно 8 сантиметров. 8 сантиметров может быть в высоту 1 кулек сладкой ваты, без учета рожка. Всегда старайтесь уменьшить размер схемы, если это возможно. В моем случае возможно, без потери качества проработки, уменьшить размер схемы. Подведем небольшой итог. Чтобы понять, подходит ли выбранная размерность схеме, нужно обратить внимание на толщину контура, проанализировать возможность прорисовки самого мелкого элемента схемы и оценить объем крестиков, приходящийся на каждый элемент схемы. Вы провели анализ на основе этих пунктов и решили, что размер схемы нужно изменить. Прежде чем перейти к изменению размерности схемы, обязательно закройте замок соотношения сторон. Он располагается в окне фонового изображения. Если вы начнете менять значение высоты или ширины, не закрыв замок, ваше изображение начнет вытягиваться по вертикали или сплющиваться по горизонтали. Важно менять размер сторон пропорционально, поэтому не забывайте закрыть замок. Это важно. После того, как вы закрыли замок, можно приступать к подбору размера. Изменить его можно, нажимая стрелочками вниз или вверх рядом со значением ширины или высоты или прописав это значение вручную. Размер меняется сразу, как только вы изменили значение. В моем случае размер 100 на 100 крестиков показался мне самым подходящим, при таком размере линия контура во многих местах совпадает с линиями сетки. Это значит, бэк хорошо ляжет поверх контура и его будет удобно рисовать. Но при этом некоторые элементы придется размельчить. Как я уже сказала, это коснется палочек и рожков, в которых находится сладкая вата. Что касается подбора размера, я предлагаю вам отталкиваться от значения 100 крестиков по большей стороне. Цифра в 100 крестиках основана на моих наблюдениях, это не какая-то аксиома, это формула, которую я вывела опытным путем. Чем хороши схемы размером до 100 крестиков по большей стороне? Такую схему можно удобно расположить на листах при выводе графики. Символы при этом будут крупные и вышивальщица сможет легко в этой схеме ориентироваться. Схему до 100 крестиков по большей стороне можно быстро отрисовать. Вы получите готовый результат за пару дней работы. Схемы такого размера идеально подходят для серийных вышивок. А серии, как вы знаете, популярны среди вышивальщиц. Еще один плюс такой схемы, ее можно вышить за пару вышивальных дней. Работа не уйдет в долгострой и подойдет для параллельного процесса. Если это серия схем, то запал вышивальщицы не успеет угаснуть, что нельзя сказать о крупноразмерных схемах. Кроме этого, цена на такую схему будет доступной для вышивальщиц и приемлемой для вас, так как вы не затратили на эту схему много времени. Для примера, все схемы серии вышиваем для любимых поместились на размере 100 на 100 крестиков, даже меньше. При этом удалось прорисовать и шапки, и глаза, и элементы одежды. До сих пор эти схемы являются самыми популярными в моей группе и приносят мне доход. Какой можно сделать вывод? Если ваш рисунок небольшой, имеет четкие контуры, состоит из крупных элементов, не имеет сильной детализации, в нем небольшое количество цветов, то отталкивайтесь от 100 клеток по большей стороне. Если понимаете, что даже при 100 клеточках контуры получаются слишком широкие, участки одного цвета слишком большие, убавляйте постепенно размер. Сначала шагами по 10 крестиков, потом по 5. То есть было 100 по большей стороне, убавляйте до 90 и смотрите на контур, выровнен ли он по сетке. Если контур во многих местах идет не по границам клеток, нужно подогнать его под них, так будет проще отрисовывать бэкстич. Перед тем, как вы начнете рисовать бэк, нужно очистить палитру от ненужных оттенков. Для этого перейдите в меню палитра, удалить неиспользуемые цвета. Этим действием вы удаляете все оттенки, которые ни разу не использовались в схеме, чтобы они не захламляли палитру. Теперь можно добавить нужный нам цвет. Двойным щелчком по ячейке откройте палитру и выберите нужный цвет. Я взяла черный. И вооружитесь необходимым инструментом, карандашом для рисования бэкстича. Я буду все линии выполнять счетным бэком, так как мой исходник не требует иного. Дробный бэк можно добавить уже на этапе постобработки, когда вы уже все нарисовали и поняли, что кое-где требуется внести правки и уточнения, чтобы линии не выглядели грубыми, а контур был мягким. Я начинаю рисовать бэк с тех мест, где мне понятно, как будут идти линии. То есть там, где контуры рисунка совпадают с сеткой. Я знаю, что здесь я проведу линию, и она будет лежать хорошо. И только после этого продвигаюсь к неявным местам. Когда вы нашли подходящий, на ваш взгляд, размер и начали рисовать бэкстич, прислушайтесь к своим ощущениям. Если рисуется легко, не приходится додумывать линии и изобретать велосипед, это хорошо, вы на правильном пути. Но при этом ощущение слишком легко может быть признаком большого размера схемы. Если рисовать бэкстич очень сложно, из-за недостаточного расстояния между точками, контур получается слишком угловатым, не хватает места для маневра линиями бэка, не получается обойтись без дробного бэка. Скорее всего, подобранный размер схемы слишком мал, и его нужно увеличить. В данный момент я столкнулась со сложностью отрисовки нижней части сладкой ваты. Никак не получается нарисовать ее более-менее гладко, без угловатостей. Когда друг с другом соединены длинные прямые линии, бэк выглядит грубо. Поэтому линии бэка лучше делать короткими и под небольшим углом относительно друг друга. Тогда он будет выглядеть плавнее. Я вернусь к этому участку позже. Вам я тоже рекомендую не застревать надолго на одном участке. Если не получается с 3-4 раза, переходите на другую часть схемы. Не всегда решение приходит сразу. Сюда вы всегда успеете вернуться, даже после того, как нарисуете все крестики. Сейчас я поменяла цвет бэкстича на контрастный. Это нужно для того, чтобы видеть, где уже проведены линии бэкстича. Чаще всего на рисунках, подобных моему, контур черного цвета. И когда вы рисуете линию бэкстича также черным цветом, можете пропустить какой-то участок. Вам может показаться, что линия там уже есть, а на самом деле ее нет. Для проверки себя меняйте цвет бэкстича, выбрав яркий оттенок из палитры. Все эти линии можно будет в любой момент перекрасить, поэтому не бойтесь. Вот я снова подошла к тому месту, где возникли трудности. В этот раз все получилось сразу без проблем. Дальше я перехожу к прорисовке выступающих частей сладкой ваты, которые также подчеркнуты линиями. Вы можете заметить, что я использую линии бэка длиннее, чем на исходном изображении. Я это сделала специально. Дело в том, что одна короткая линия, проходящая вдоль стороны квадрата сетки, на готовой работе может провалиться между крестиками, и ее не будет видно. Смысла в одной черточке бэкстича в данном случае нет, поэтому я добавляю 2-3 линии, чтобы бэк не потерялся на готовой работе. Мы с вами договаривались не использовать линии длиной более 3-х клеток по диагонали. Я сейчас свое же правило нарушу. Ситуация складывается таким образом, что рожок имеет прямые линии, сужающиеся к низу. Рисовать их прерывистыми линиями бэка по 2-3 клетки не имеет смысла. Этим я создам излишнюю угловатость, поэтому я рисую рожок двумя длинными линиями бэка. Да, вышивать их будет сложнее, чем весь остальной бэкстич. Можно будет изменить цвет этих линий в схеме на альтернативный и указать их в ключе, как лонгстич. Либо оставить линии бэком, а вышивальщица самостоятельно разобьет их на более мелкие стежки в процессе вышивки. Если учесть, что весь остальной бэк максимально простой и счетный, 2 линии это не критично. В выборе между красотой и удобством схемы нельзя однозначно принять одну из сторон. Всегда нужно анализировать и пробовать, чтобы добиться максимально красивого результата максимально удобными стежками. На примере моей работы можно увидеть, что в отрисовке с самой сладкой ватой я пошла навстречу вышивальщице и сделала линии бэка максимально удобными. Они не такие плавные, как в исходном изображении, слегка угловатые. От этого схема немного потеряла во внешнем виде, но прибавила в удобстве. Что касается нижней части, рожка, в котором находится вата, здесь я пожертвовала удобством вышивки ради красивого результата. Я не могу вам сказать четкого правила на этот счет, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя жертвовать удобством. Это работает на уровне интуиции. Работа дизайнера в большей степени является интуитивной. Вы подбираете размер схемы интуитивно, проводите линии бэка интуитивно, подбираете цвет интуитивно. Эту дизайнерскую интуицию можно и нужно развить. Развить ее можно с помощью тренировок и анализа, осознанно подобрав размерность к десяти схемам, вы уже интуитивно будете понимать свои ориентиры. С каждым разом это будет даваться вам легче. Нарисовав сотню линий бэкстича, вы интуитивно будете понимать, где можно отойти от контура исходного изображения, а где не стоит. В рамках этого курса у вас есть уникальная возможность обратиться ко мне как к человеку, который уже имеет опыт прокачки интуиции. Вы можете задать мне вопрос, получить ответ, подсказку и тем самым ускорить развитие своей собственной интуиции и формирование собственных ориентиров. Важным пунктом в отрисовке бэкстича является предпросмотр промежуточного результата. Не забывайте периодически отдалять работу, примеряйте ее на разные основы, чтобы посмотреть на получающийся результат. В данный момент я хочу примерить бэк на равномерку. Вы помните из прошлого урока, как это сделать. Заходим в меню канва, каунт ткани и ставим галочку напротив пункта просчетную ткань. После примерки бэка на канве мне захотелось подправить некоторые участки, которые показались самыми угловатыми. Вы можете заметить, что на схеме есть места, где линии бэка имеют разрыв. Это хороший выход из ситуации, когда вы никаким образом не можете соединить линии. Например, когда линии контура исходного изображения сходятся в центре квадрата сетки. Можно прибегнуть к дробному бэку в таком случае, но в данной схеме это усложнение не нужно. Я упрощаю работу вышивальщицы. И если здесь я не дорисую линию, ничего кардинально не изменится. Опытная вышивальщица сможет самостоятельно замкнуть контур, если захочет. Дальше я перешла к подбору цветов. Но про цвет я расскажу в следующем уроке, поэтому перемотаю запись на место, где я снова возвращаюсь к бэкстичу. Во многих своих работах я рисую бэкстич постепенно, чередую его с крестиками. Если ваша схема предполагает обилие бэкстича, то отрисовка всего бэка разом может отбить желание рисовать его когда-либо в будущем. Поэтому тоже пробуйте чередовать отрисовку бэка с крестиками. После того, как я заполнила часть схемы крестиками, я снова возвращаюсь к бэкстичу. Смотрю на него уже в совокупности с крестиками. Экспериментирую с лонгстичем, пробую заменить им бэкстич. Выглядит это так себе. На корочке рожка имеются линии. Я пробую их воспроизвести, но результат получается не очень, потому что размер слишком мал. Линии счетного бэка просто не помещаются. Но все равно решила пока оставить и перешла к заполнению рожка крестиками. Так выглядит мой реальный процесс работы. Я много раз переключаю режимы отображения, отдаляю, приближаю схему, меняю цвета. В итоге я решила вовсе отказаться от полосок на рожке, чтобы не перегружать схему. Давайте сохраним работу после того, как сеанс рисования закончен. Можно воспользоваться кнопкой «Сохранить» на панели инструментов или зайти через меню «Файл». Сохранить и указать путь к файлу. Выберите ту самую папку, которую вы заранее создали. Задаете название работы и сохраняете. После этого программу можно закрыть. Теперь вы можете открывать схему двойным щелчком из папки. Когда вы открыли схему спустя какое-то время, при переключении в режим сетки вы можете не увидеть фонового изображения. Программа помнит, где лежит исходник к этой схеме. Для продолжения отрисовки нужно снова зайти в меню «Канва», «Фоновое изображение». После этих действий исходник подгрузится в схему с сохранением всех параметров. Также можно открыть схему из программы с помощью кнопки «Открыть» на панели инструментов или через меню «Открыть» и выбрать путь к файлу. После того, как вы окончательно определились с размерностью схемы, предлагаю вам изменить площадь рабочей области под размер схемы. Для этого заходим в раздел «Канва», «Размер» и выставляете значения ширины и высоты равными параметрам вашей схемы. Это нужно для избежания подвисаний в работе программы, так как чем больше схема, тем сильнее программа нагружается и возможны различные лаги. На этом у меня все. Резюмирую. Организуйте работу, создав папку на компьютере и перенесите туда все необходимые файлы. Загрузите изображение на подложку. Подберите размерность схемы. Размерность схемы нужно подбирать, предварительно зажав замок соотношения сторон. При подборе ориентируйтесь на толщину контура, на самые мелкие элементы изображения, на объем крестиков каждого элемента и отталкивайтесь от значения в 100 крестиков по большей стороне. Начните рисовать бэкстич. Предварительно очистите палитру цветов. Начинайте рисовать бэкстич с тех мест, где контуры рисунка совпадают с сеткой. Не зацикливайтесь на одном участке. Если не можете прорисовать сразу, вернитесь к нему позже. Используйте контрастный цвет бэкстича. Просматривайте промежуточные результаты в разных режимах и на разном отдалении. Чередуйте отрисовку бэка и заполнение схему крестиками. И развивайте дизайнерскую интуицию. Если отрисовка бэкстича дается вам слишком легко, возьмите в работу еще одну схему. Рисуйте 2-3 работы одновременно. Берите исходники разной сложности. Ваша задача в рамках этого курса – максимально все попробовать. Должно быть трудно. Трудности пробуждают желание разобраться в проблеме и решить ее. Чем больше трудностей вы решите, тем больше пользы вы извлечете из этого курса. До встречи в следующем видео!